здравствуйте друзья сразу значит начале ролика свои комментарии прошу прощения за не очень понятный очень хороший звук действительно был в душе этот момент мы позвонили я всегда стараюсь не пропускать звонков наших главных героев коллекторов мы в этот раз пришлось реагировать ребят ну весело конечно весело получается лучше и лучше не группы не дремлют ездят по адресам по которым никогда уже давно уже люди не живут и банк в курсе и в моем случае банк уже давно от претензий отказался что есть даже если бы захотел платить было некуда каким-то третьим лицам передам долга какие непонятно мне сказали что они сами на нас видят ну вот выходит вы понимаете да скорее всего прозревает что это просто фиктивная перепродажа долга чтобы списать с активов какому-то третьему подставному лицу так часто делать но в всяком случае для наших клиентов такую услугу прорабатываем процентах 30 случаев это срабатывает очень хорошо когда мы создаем условия когда банку выгодно отказаться от претензий еще в досудебном формате банк фиктивную перепродажу долго делает и себя списывает и до свидания как говорится третье лицо медным тазом покрывается ну потому что его по сути нет там только на бумагах ну такой вариант в нашей работе тоже присутствует мы создаем такие условия конкретно в своем случае я это сделал ну чтобы мы не думали что это проходимец действительно я брал в свое время триста сорок тысяч да но не 600 с лишним вешают из них я отдал при том при всем что в этом банке я не первый кредит брал я посчитал что от двух сотен хватит с учетом тех дополнительных кредитов переплачивал лишь крыши вот таким образом то есть карма чиста что называется хотя вы понимаете те кто глубоко в теме знают что откуда берутся деньги в банке и почему их не обязательно отдавать вообще ладно теперь к этой мадемуазель переходим судя по голосу она давно работает что я уже слышал и эти интонации они не знакомы но вот эти вот ролики да автоинформатор неужели у них в их агентствах нет такой вот возможности подойти к начальству и попросить чтобы ну что-то изменили в их работе какие-то комментарии они могут вообще писать есть у них функционал такой или они просто галочки ставят в заготовленных ответах то есть поговорила с должником у нее там есть скрипт по результатам разговора и он наверняка там получается просто заготовленные ответы в которые нужно проставить галочки причем этих ответов там скорее всего не так уж и много а вот так бы им было действительно легче мне кажется вот если абстрагироваться от их мерзкая работа просто принять как и есть что называется и допустить что они какое-то полезное дело делаю да и вот на данном этапе то что вот у них стандарте да но очень сильно и мешает эффективность снижает чему бы руководству не задуматься над тем как бы улучшить потому что смотрите на простой пример да немного лицемерия но все же предположим попадается человек им которые два дня на моем канале вот на моем канале два дня и ну все равно конечно же продолжает звонить коллектор и он видит ну слышит точнее в телефоне подтверждение моих слов моих слов людей кто выкладывает камеролики и убеждается в очередной раз то это все профанации ерунда и естественно окончательно срывается с крючка с их коллекторского а представьте себе что они сели и подумали я вот во всяком случае знаю пути решения вопроса если бы я был у них консультантом я бы им ну во всяком случае процентов 30 на процентов 30 поднял варианты то есть если меня ну так взять гипотезе посадить на место вот этого звонилки да я бы смог даже достаточно уверенного в себе человека поколебать хотя бы да то есть сказать ему что ну нужные слова понимаете не обхватило компетенции причем поверхностная да с учетом того что вот человек может заволноваться нет же это не стандартно под одну гребенку все гребут и никаких вообще вариантов то есть на работе у них там полностью они ну видимо для своего начальника являются каким-то расходным материалом он не заботится о них ничего делается такого что могло бы им облегчить эту скотскую жизнь а вот они вот как амебыти тела того но действительно даже не пешки они не могут делать каких-то эффективных шагов они просто биоматериал да и хуже всего то что они не догадываются что я вот знаю как и готовят на их тренингах им внушают что те кто взял кредитом не рассчитался тот говнюк по жизни мошенник там и так далее делают так это все им заносит в мозг ущербно что они это принимают за истину и поверьте большинство из них читая по скрипту на самом деле испытывают собеседнику неприязнь чувство превосходства у них и так далее и тому подобное но это лишь только говорит о том что мозгов то нет задуматься что так не может быть что 40 миллионов человек а такая цифра именно сейчас в стране по проблемной закредитованности не может быть как один к одному дурачками то есть есть обстоятельства есть какие-то здоровые умозаключения у человека почему он не платит конечно я не спорю есть много людей которые не хозяева своим мозгам свои мысли но все таки и так еще раз я прошу прощения значит за не очень хороший звук но так или иначе если кто-то хочет поподробнее все узнать пожалуйста подписывайтесь на наш канал в описании видео вы можете найти ссылочку на наш сайт кто хочет стать на юридическую защиту там видео на сайте есть нужно обязательно посмотрите в группу вступайте ну и на вебинар подписывайтесь бесплатный вебинар в самое ближайшее время пройдет но вы сможете много интересного и полезного для себя подчеркнуть все в описании видео все полезные ссылки там итак слушаем о уведомляем о повторном инспекционной комиссии по адресу вашего проживания и прописки а также по месту вашей работы для составления акта неоплата долга и проверку факта нарушения долговых обязательств при наличии ваших действиях признаков состава преступления а также отсутствие вас по месту прописки мы передаем материалы вашего дела в правоохранительные органы и прокуратуру для осуществления оперативно разысканных мероприятий и рассмотрение вопроса возбуждения уголовного дела на основании статьи 177 уголовного кодекса российской федерации глушное уклонение от погашения кредиторской задолженности по статье 159 уголовного кодекса российской федерации мошенничество отдел государственного производства противодействия мошенничества телефон 8 800 555 51 78 звонок бесплатный для соединения с оператором оставайтесь на линии и здравствуйте здравствуйте вам звонят из компании МВА финансов я понял уже да а вы слышите что он со мной говорил этот ваш автоинформатор разумеется и что прям приезжают да ко мне у вас у меня сегодня исполненные обязательства ну да а так бы вы еще ездили то конечно люди то заняты и ездят просто так конечно и не застали да меня не застали да меня несчастные да повезло им что не застали ага а на чем вы ездите то там у вас есть на чем ездить вы все сказали нет или еще у вас нет да я думаю ответите мне на вопрос или вы собрались тараториться это же вас никаким образом никаким образом вас это не касается да как же я же должен какие то там это самое ну выйти встретить машина номер на чем там на мотоцикле вы с пулеметами подъезжаете зачем вас встречать квартира 193 там дверечки доблеще идиоты блять да да туда приезжайте туда приезжайте ага вы в курсе что дом давно снесен этот дом снесен поэтому у вас никто дома не застал а там нету дома там снесен дом у вас не исполнены обязательства они застали дома блять там стройка идет новый дом строят по каким режимам вы оплаты не производите а че а у меня вот там в том доме где я жил да вы бы меньше смеялись и слышали бы вопросы не приходил а я отвечаю да у меня там кошелек с деньгами был его завалило руины дом снесли у меня это не а как теперь платить эти деньги я только как услышала а что спрашиваете тогда 610 тысяч рублей за должность я вас спрашиваю почему вы оплаты не производите свои задолженности мне пообещал ваш сотрудник что поможет в этом деле говорит урегулируем давай урегулируем он в том трубку бросил я так понял что он пошел урегулировать у него регулятор специальный в мозгах там есть что там и что сказал да вы там ничего не знаете что вы говорите там то и дело что ты думаешь знаешь что ты говоришь мы сообщали что банк предлагает вам акцию да вот там же ты видела сколько дней просрочек вот каждый день предлагают есть у вас разумеется видели да дело в том что у банка нет ко мне претензий еще ко всему прочему нет претензий я был в банке я тебе тоже расскажу что Дмитрий Евгеньевич вы взяли денег на средства и свои обязательства по договору вы не исполнили договор сейчас не является погашенным и за вами чистая просрочка вам предлагают после решения вопроса я в душе стою ничего не так можно по душе высоко говорят можно по душе высоко Дмитрий Евгеньевич вам в ближайшее время действительно будет направлено что вы не знаете а это тогда не было направлено что ли это в вашей регистрации вы сначала понарошку отправляете да